Томас Смирновас В 25-летний чемпион Лимбы по Крэплингу, чемпион международной федерации грэплинга, чемпион Европы в IGF Клубц Мауглис И его сегодняшний соперник Руслан Исраилов Руслан Исраилов, Казахстан! Руслан Исраилов, Казахстан, возраст 20 лет, вторичный бой по бразильскому джиу-джитсу. Озенкает бичи чемпион 2018, второе место чемпионата мира в Абу-Даби! Погнали у нас вторая пара. Руслан Исраилов сразу мощно пулит гард. Хочет поработать снизу. Вот сейчас есть у него захват на гильотину. Ну, такой прихват, я бы сказал. Не то, чтобы это был полноценный прям захват. Но что-то отсюда, конечно, можно придумать. Томас сейчас в халфгарде. Он плотно прижал Исраилова. Видимо, он хочет проходить. Считает эту позицию для себя выгодной. Не хочет Исраилова куда-то отпускать. Продолжается у нас позиционная борьба. Исраилов снизу, Томас наверху. Халфгард ему пройти пока что не удается. Может быть, не будет он это пробовать делать. Напоминаю, у нас правило submission only. У нас нельзя крутить пятки. У нас нельзя делать не риппинг. Но у нас можно делать все остальное. Победа, возможно, только приемом. Прихватывает Ахилл Томас. Нет, не пойдет он на ущемление Ахилла. Будет пытаться проходить гард. Все-таки подкручивается Руслан Сараилов. Мог бы и проатаковать. Нет, не стал. Он вышел наверх. И сейчас сам будет проходить гард Томаса. Отличный свипов Томаса. Только не зафиксирован его. Да и баллы у нас не дают за свипы. Может быть, обратный рычаг сейчас попробует смирно вас. Так. Прибалтийский обратный рычаг. В принципе, он растянул из Сараилова. Но тот готов, конечно, к таким атакам. Хорошая защита. И что-то сейчас будет Томас придумывать из закрытого гарда. Отключает плечо. Перенесет борцов сейчас в центр ковра. Погнали. Что с тем своим захватом придумает Томас? Ну, вот он отключил плечо. Окей, да. Уже не отключил, нет. Защищается от всех этих попыток отжать свои конечности Руслан Сараилов. Встает. Сейчас будет гард раскрывать. Проходить его, наверное. Поднимается за ним Томас. Такая себе позиция, конечно, для стоящего на ногах. Потому что нужно держать свой вес. Нужно держать вес оппонента. Это все достаточно сложно. Конечно же, это выматывает. Ну, вот отжимает таз Томаса сейчас появившего на нем Руслан. Будет его сбрасывать, проходить гард. Никто пока особо не пробовал атаковать ноги. Вот чем интересна эта замешиновая схватка. Дабл андер у Руслана Сараилова. Нет, не получился проход гарда. Хорошо, хорошо этот самый гард защищает Томас. Ждем атаки, ждем обострения. Пишите в комменты, от кого вы ждете обострения в этой схватке. Пока что он происходит, безусловно, менее динамично, чем наш первый поединок. Намного более размеренно. Поехали. Поехали. Получается занять сайт-контроль У Руслана Истраилова Ставит колено на живот Нужны атаки Да, вот сейчас пытается как-то отжать левую руку Руслан Есть колено на животе В общем, Руслан Истраилов Законтролировал в сайте своего соперника Ну что ж, осталось 3,5 минуты Нужно обострять, нужно делать какие-то приемы Мастит Томас Итак, нам сейчас присоединяется мой коллега Евгений Скирда Известный комментатор грэплинга Что думаешь по этой схватке? Достаточно равная такая встреча Израилов и парень с Литвы Насколько я помню Нет, это не Каспарас Это у нас Томас Смирновас Из Перебаутки Мой земляк, в общем Израилова я знаю как спортсмена Я однократно видел его И в Абудабе, очень титулованный парень В Казахстане, наверное, один из самых таких топов Ну, скажем так, известный в русскоязычном грэплинском пространстве человек Ну, тяжело немножко двигаться Израилов, я думаю, что Насколько я знаю, он только вчера прилетел С Казахстана перелет часов 10 О, ужас Да, наверняка это сказывается Надеюсь, летел не победой Никто не знает, что такое Да, да, самолёт Неплохая попытка сейчас выйти на Нибар Да, да, классно работает Со стороны, мне кажется, что Может не запустился, знаешь, как бы Смотри, пока у нас тут вот идет тот гардовый замес Пока расскажи о выступлении своего ученика Который был в первой схватке Да, отработал, в принципе, грамотно Треугольник, это одна из его таких фишек Это ваша заготовка или это просто его коронка? Это дрилы, которые постоянно работают И все четко не спешил То есть я, когда он уже поймал, в принципе, понимал, что он уже не отпустит оттуда Вот этот переход на такой инверт-треугольник Это что, заготовка, не заготовка? Или просто он так работает? Да, да, это все нарабатывается Все нарабатывается Что, как бы, если у тебя уже есть треугольник То его нужно заканчивать И треугольник не всегда это удушающий прием Это, прежде всего, контроль Оттуда можно переходить на различные там И руки делать Он пытался вытягивать Но почувствовал, что Боргес крепкий физически И не стал напрягаться Тратить силы, потому что впереди То есть вот именно такое закрытие треугольника С болевым на шею Это как бы продумано Это не случайность в общем Конечно, да Сейчас вот победитель этой встречи Тогда выйдет уже на Ромов Как я понимаю Так, ребята Тактически играют, скажем И уже понимают, что за сабмитить не получится Специально, сто процентов, не напрягаются Чтобы дойти, так сказать, до позиционной борьбы Да, что-то мне подсказывали Что здесь у нас опять будет пенальти Да, да На этом турнире, я думаю Мы это еще много раз увидим Потому что все ребята очень серьезные По своему уровню И, ну, как я уже сказал Сейчас видно, что они не атакуют Потому что, ну, прошло 8 минут В принципе, они почувствовали Что сабмишин сделать не удастся Они профессионалы оба И ждут позиционной борьбы В позиционке, я считаю, что здесь, конечно В первую очередь, так будет играть То вот настрой у спортсмена Угу Там уже посмотрим Будет интересно Будем надеяться Потому что, конечно, зритель любит Просрочные Позиционная борьба Традиционно сейчас бросают решку Слушай, ты видишь, что я к тебе зашел Уже и не так активно комментирую Потому что начал ровно бороться И я очень нервничаю Конечно, еще бы Ребята боролись в предыдущих схватках Мои ученики Но я в них был уверен Ну и как бы не то на кону, скажем так Ну я и в роме уверен Тем более, что сейчас мы смотрим На вот выявление будущего соперника Смотри, рука на челюсти Очень плотный, думаю, пойдет Да, пойдет Я уверен, что пойдет Очень плотный захват Здесь в этом Ну, хотя, ты знаешь Может и Удушки через челюсть, конечно, жестко Это невозможно долго терпеть Да, да, ну это как болевой практически на челюсти Считаю, знаешь, на тренировках Да, так делать не нужно На соревнованиях Это проблема соперника Он хочет, дает шею После челюсти Да, 26 секунд понадобилось Томасу Чтобы задушить через челюсть Но это не важно Да, сейчас Израилову нужно обязательно задушить Ему, если он не сможет этого сделать Он проиграет эту встречу Да Так, пробивает руку Есть? Есть? Нет? Томас хорошо защищается Пытается сейчас выкрутиться И кажется, у него это получится Ну, Израилова хороший контроль Не должны сейчас восстанавливать Да, не надо восстанавливать Потому что есть позиция продолжения Как бы сабмишена То есть он не выше Есть контроль корпуса Есть рука под шеей Но в итоге вырывается Томас Слушай, ну Я тебе скажу, что я думаю, что Израилов Ему нужно было прилететь немножко раньше Но я с точки чисто зрения тренерской Я вижу, что он очень уставший Скорее всего, перелет Но я знаю по ребятам Он вчера только прилетел Да Очень жаль Потому что, если честно признаюсь Был один из моих фаворитов В этом турнире Да, и многие писали Много болельщиков было у Руслана Субтитры сделал DimaTorzok